Продолжаем знакомиться с участниками выставки World Food 2022 и с нами сейчас Павел Яковлев, компания Datacrad. Павел, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей компании. Добрый день. Мы являемся комплексным системным интегратором на рынке розничной торговли, а также дистрибьютором ряда иностранных брендов IT-оборудования. Сейчас такая ситуация у нас сложилась с IT-оборудованием, в целом с техникой, что нам понадобилось импортозамещение. В целом, опишите ситуацию на рынке и что сейчас происходит в внутренней кухне? С точки зрения IT-рынка в области ритейла происходит колоссальная трансформация. С рынка ушли ведущие европейские и американские игроки и в данный момент происходит перераспределение рынка в сторону качественных китайских, азиатских и корейских производителей. Это с точки зрения железных компонентов. С точки зрения софта картина выглядит так, что в России было очень много хорошего, качественного софта. И сейчас для компаний-производителей это звездный час. Вы говорите, что азиатский рынок, если мы говорим про железо, он сейчас, наверное, у нас основной будет. А даст ли он столько, сколько мы просим? Я имею в виду по объемам, удовлетворит ли он эти запросы? Хороший вопрос. Дело в том, что возможности, например, тех же китайских производителей, они, как ни странно, базово существенно выше, чем возможности европейских производителей. Потому что только рынок внутреннего потребления Китая в несколько раз выше европейского. Поэтому хорошие, качественные производители китайского оборудования на российском рынке не то что приживаются, они, в общем-то, активно сейчас занимают позиции уходящих брендов. Скажите, можно ли с каким-то оптимизмом смотреть в будущее? В связи с этим, какие вообще прогнозы вы себе рисуете? Я считаю, что нас ждет некоторый период стагнации активности в открытии новых магазинов. Просто потому, что нужно переварить тот объем уходящего трафика, который нам сформировали ушедшие торговые сети, малые розничные форматы. И вот после того, как этот трафик, так скажем, будет переварен, можно говорить о том, что рынок двинется дальше вперед. С точки зрения технологической для рынка и с точки зрения IT, особых изменений для рынка не произошло. Рынок и так, в общем-то, был во многом ориентирован на российские программные решения. Просто сейчас их распространение становится больше. Есть определенные платформенные проблемы, связанные с уходом таких игроков, как Microsoft с рынка. И, как следствие, ряд решений, которые используют эту как базовую платформу, они будут испытывать определенные трудности в ближайшее время. Но, тем не менее, на мой взгляд, все эти факторы, они не оказывают существенного влияния на рынок ритейла и достаточно быстро могут быть замещены теми производителями и теми поставщиками, которые в данный момент есть. Ну вот, в частности, мы являемся той компанией, которая много лет является производителем российского софта. И мы много лет сотрудничаем с различными китайскими и корейскими производителями железных компонентов и решений. Собственно, это здесь на выставке сейчас и представлено. То есть, эта история не сегодняшняя, обращение, я имею в виду, в сторону Востока, она уже была, просто сейчас мы наращиваем немножко. В нашем портфеле из 10 поставщиков за последние полгода сменился только один. Все остальные – это достаточно длительные наработки на российском рынке. И что вселяет определенный оптимизм, что хотя бы в этом сегменте мы для себя видим достаточно существенный рост за последние полгода. Ну что ж, пожелаем тогда удачи всему рынку, пожелаем удачи всем нам. Спасибо, Павел, вам разговор. Спасибо большое. Желаем всем перенести этот кризисный период достойно и вернуться к нормальному развитию России этого достойно. Спасибо.